Александр Бузгалин приехал в Рязань по просьбам научной общественности. Выбор пал на него неспроста. Ученый является доктором экономических наук, директором Института соцэкономических исследований, почетным профессором МГУ и главным редактором журнала «Альтернативы». Во время встреч со студентами были прочитаны лекции на тему научно обоснованного размера вмешательства государства в экономику и социальные процессы. При условии, весьма вероятном, что ничего не изменится в экономической политике, которая сегодня проводится федеральными властями, рязанцев ничего не ожидают. Все будет так же, как сейчас. Это скорее печально, чем радостно. Если рязанцы хотят, чтобы их ожидало что-то другое, надо шевелиться. Шевелиться и думать, предлагать альтернативы, просыпаться, рождать региональные альтернативы. Вместо того, чтобы делать деньги любой ценой и проводить время счастливо, наслаждаясь шопоголизмом, они вместо этого почему-то спасают речки, ходят в походы, помогают ветеранам. Дураки какие-то, правда? Сколько денег можно сделать? Столько шмоток купить. Они занимаются какой-то ерундой. Вот рассказывайте про них. Чем больше их будет, чем сильнее они будут, чем больше будет ваше телевидение и все остальное им помогать это все делать, тем интереснее будут инициативы. Федеральное правительство не знает, что будет делать. Альтернативное правительство и власти вполне могут проводить вот эти селективные программы, поддерживая одну часть бизнеса и, извините, давя другую часть бизнеса. По мнению экономистов, в России сложилась система, где невидимая рука рынка указывает в сторону стагнации, вывоза природных богатств и обогащения олигархов. Поэтому необходимо вмешательство государства. Нужно выбрать приоритетные отрасли. В этот список должны войти атомная промышленность, космонавтика, медицина, образование, точное машиностроение. Для их предприятий надо снижать налоги, организовывать госзаказ на продукцию, гарантировать ее реализацию, предоставлять им госинвестиции и дешевые кредиты. А в тех сферах, которые для страны не приоритетны, посредничество, финансовые спекуляции, торговли предметами роскоши, установить высокие налоги. Разным должно быть и отношение к предпринимателям. Бизнесменам, работающим в стратегических отраслях, нужно дать льготы. А вот, к примеру, финансистам не стоит выделять помощь из бюджета. Доминирующая политическая сила, читатель догадается, кто это такие, правильно? Значит, я скажу следующее. Экономическая политика, которая проводится в стране, эта политика является смесью феодальных методов с праволиберальным рыночным фундаментализмом. Феодальные методы – это когда губернатор поднимает телефон и звонит частному собственнику, которому он, по идее, ничего не может приказать. Он может действовать только через законы. Он ему звонит и говорит, Федя, будь добр, вот то-то, то-то и то-то сделай. Хорошо, если он говорит, Федя, посади деревья, потому что тут после мороза деревья померзли, да, посади. Неважно, откуда деньги возьмешь, посади, к людям будет хорошо. Другое дело, если он говорит, Федя, продай вот это свое предприятие, вот этому пейте. А если не продашь, к тебе пожарная инспекция придет и объяснит, что тебе все равно его надо продать тут же серьезно и сейчас, да. Это называется ручное управление, феодальная вассальная зависимость, какие-либо методы внеэкономического принуждения, деформирующие рыночную экономику, если говорить на строгом языке. Состоялся и круглый стол с участием общественности, наиболее активных студентов и преподавателей радиоуниверситета. Также Александр Бузгалин провел мастер-класс для молодых ученых в вопрос о создании научных текстов и наиболее выигрышных методов подачи информации.